В Самаре в режиме усиления продолжают борьбу с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на регион в последние дни. За сутки с 19 на 20 января на уборку города вышли 647 единиц техники и свыше 3000 уборщиков территории. Причем большая часть спецмашин работала на улично-дорожной сети. Только за одну ночь вывезли свыше 5,5 тысяч тонн снега. Особое внимание уделяется очистке подходов к объектам социальной сферы. Например, на улице Советской армии возле 6-й горбольницы процесс организовали таким образом, что погрузка и вывоз снега осуществлялись непрерывно. Как только уезжает один КАМАЗ к погрузчику, сразу же подъезжает следующий самосвал. Городские службы следят и за надлежащим состоянием подъездных путей к медучреждению, тротуаров и въездов на внутриквартальную территорию. В дневное время основной упор делается на очистку тротуаров, работа вручную очистка, подходы к пешеходным переходам, остановочных площадок. В этот момент у нас максимальный выход именно уборщиков территорий. У всех дорожных организаций поставлена основная задача в период снегопада обеспечивать доступность медицинских учреждений. А это детское отделение 15-й поликлиники на улице Старозагора. Расчищают не только вход в здание, но и прилегающие территории с привлечением механизированной техники. Дорожной инфраструктуре вблизи образовательных учреждений внимания уделяют не меньше. Территории вблизи детских садов и школ убирают заблаговременно. У 26-й школы в Октябрьском районе, например, за дело берутся поздней ночью и завершают рано утром. Очень хорошо реагируют службы, которые своевременно убирают снег. Подходы к школе всегда почищены. Это все проводится до начала занятия, то есть еще с ночи начинает работать техника. И уже к утру, то есть к началу образовательного процесса у нас полностью подготовлены все въезды, подходные пути. Содержат в чистоте и прилегающую к школе дорогу, которую обновили летом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Контроль за состоянием улицы ведется круглосуточно. Мониторингом занимаются и представители общественности. После интенсивных снегопадов были обращения относительно этой локации. Профильными службами они отработаны. На данный момент, конечно, очистили. Хорошо. Не скользим. Хорошо. Отлично. Большое значение в организации работ имеет взаимодействие с горожанами. Службы благоустройства при помощи Центра управления регионом аккумулируют поступающие от граждан обращения. С начала января ЦУР совместно с Муниципальным центром управления Самары зафиксировали в социальных сетях почти две тысячи обращений на тему уборки снега. Особое внимание ЦУР Самарской области уделяет просьбам от граждан расчистить подходы к социальным учреждениям. Такие сигналы оперативно передаются в работу муниципалитетам. В Самаре важную роль в этом вопросе играет не только мэрия и департамент городского хозяйства, но и администрация внутригородских районов, которые самостоятельно отрабатывают сообщения жителей в соцсетях, имеют свои официальные аккаунты в интернете. Пик по количеству инцидентов пришелся на период с 14 по 20 января, когда после обильных снегопадов жителям необходимо было добраться до работы, отвезти детей в сады и школы, попасть в поликлинику. Районные администрации совместно с инспекторами ГЖИ также контролируют работу управляющих компаний по уборке снега со дворов. Отмечают, что сейчас жалоб стало гораздо меньше. Если в понедельник сразу после снегопадов на территории Самары фиксировалось порядка 500 жалоб на уборку снега, то сейчас около 100. Ситуация постепенно стабилизируется. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, Константин Головин. События.